На площадке Орловского Дурмаша может разместиться другое предприятие, связанное с дорожной техникой. Андрей Клычков на пресс-конференции во вторник поделился такой информацией с журналистами. В плановом режиме идет вопрос реализации имущества для погашения задолженности как по заработной плате, так и перед другими кредиторами. Что касается перспективы, инвесторы, которые планируют рассмотреть возможность приобретения помещения, рассматривают один из вариантов воссоздания производства крупной дорожной техники. И в продолжение темы инвестиций работа в этом направлении будет продолжена и впредь Орловщина, привлекательна для бизнес-сообщества. Подписано достаточно большое количество новых инвестиционных соглашений, которые сегодня в области по планам, заявленным инвесторам, должны создать до 2000 рабочих мест. Я с определенным скепсисом смотрю всегда на статистику, но эта задача стоит, ее нужно реализовывать. Как говорится, по итогам года будем подводить черту. Отрадно, что уже сейчас мы видим завершение достаточно больших проектов. Кстати, в ближайшее время удастся решить проблему обманутых дольщиков. Речь зашла об Айжика и доме на улице Пончука. Если ситуацию с домами Побурова и Раздольной в Орле, а также Ливнах удалось решить довольно быстро, то с Айжика вопрос завис на довольно продолжительное время. Но сейчас, отметил глава региона, решение, похоже, найдено. Это тот объект, который на сегодня находится в процессе согласования. Я именно для цели согласования вопросов снятия обременения по долговым обязательствам встречался с председателем, президентом Сбербанка Герман Оскаричем Грефом. И думаю, что в ближайшее время Герман Оскарич, в том числе, посетит Орловскую область. И это один из вопросов, который необходим нам для движения вперед. Потому что есть вопросы обременения, вопросы погашения задолженностей, в том числе перед Сбербанком по существующим кредитам. И после того, как мы нескольким потенциальным застройщикам, их сейчас три, предложим достроить этот объект, тогда можно будет говорить уже о конкретных сроках.